МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии працу Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. На порадку дня сяуба кукурузы. До работ приступили господарки четырех районов в области. Небезпечная территория. Материал для векового юбилея милиции в области, снятый в зоне отцеления. Майстер белорусского пейзажа. Выстава работ Роберта Ландарского открылась в палаце Грумянцевых и Паскевичев. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Оптимальное взаимодействие господарок, докладное захование технологии, разлик на органичное угноение. Подчас рабочей поездки в Лагойский район президент Беларуси сегодня ознайомился с ходом весновых полевых работ и развитие Минского региона. Конкретное доручение у приватности тщелись рационального выкористания угноений. А последние годы все больше варто надавать уваги органицы, поступово отновляющиеся от минеральных компонентов. Давайте договоримся впредь, возьми на контроль, чтобы все знали, особенно губернаторы. Вот мы добавим всего в этом году примерно 117% по удобрениям. Давайте договоримся, что в будущем году у нас должен быть рост к 2018 году, по крайней мере, 125%. То есть ни в коем случае нельзя падать. Надо хоть понемножечку, чтобы динамика была положительной. Поэтому 117, в следующем будет 125, ну, в прошлом году. А к этому году это может быть 7, может 10%. Ну, постараться надо, чтобы 10% добавить к этому, 19-му году. Выхода у нас нет, это надо делать. И второе, конечно, в прошлом году уже, наверное, под давлением сработали лучше по подъему зяби. Вот надо кровь с носа поставить себе задачу, с осени все перепахать. И третье, это его опыт неплохой. Ну, это, ну, какой его опыт? Он просто начал по-хозяйски подходить к этому вопросу. Надо внести максимум органики. С органикой надо работать. Да, внесем мы азот, калий, фосфор. Он прав. Но гумуса это не добавит. Поэтому надо вносить. Так само президент оценил экспериментальную модель трактора МТЗ-1332. Эта машина працует на электротязе и может стать одной из ключевых распрацовок для АПК. В целом селе перед аграрами стоит задача отримать 8,5 миллионов тонн сборжа. На сегодня уже завершили каля 70% ранней яровой сяубы. В полях працует больше за 50 тысяч одинок техники. Створный республиканский штаб, оперативные рабочие группы, Министерство сельской господарки распрацовало подробязный план. Ранняя весна уносит свои коррективы. На особливом контроле зараз ситуация с палевом. Проблему удалось вырошить при саденничании президента. Зараз у регионы накеровано 50 тысяч тонн палева. Сяуба ранних яровых в регионе вышла на финишную промую. На сегодня эти работы выполнены на 90%. Справились с заданием господарки 12 районов. Четыре районы – Мазырский, Наравлянский, Добружский и Калинковицкий – начали сяубу кукурузы. Все лето в области под ЯЕ отведено больше, как 360 тысяч гектаров. Репортажи с палеву подрыхтовали наши мазырские коллеги. В Саугаскомбинате «Зарады» царцы палев ставятся отповедно с пашаной и клопотом. Кукуруза – стратегичная культура, кормовый подмурок для живелого доуле. Як только хлеба прогрелась до 10 градусов, аграры почались аубу. Але агэтаму попередничали масштабные подрыхтовучие мероприемства. Техника проведена у боеготовность. Кабу трымать вильгать у хлебе, проведена культивация. У солнечный день один гектар хлеба губляет до 100 тонн вильгати. А сухую землю кукуруза не любит. В хозяйстве под ее площадью посеву отводится 4400 гектар. Это позволяет хозяйству полностью обеспечить себя кормами и для отрасли животноводства, и для свиноводства. Закрывается полная потребность в зерне. Посевная кампания для аграры у вельми отказный час. Заступают у 7 ранницы, завершают прасу у 7 вечера. Обедают тут же на поле. Работа мне нравится. Обедаем мы тут на поле. Обеды привозят, горячие питания. Кукуруза важная, это культура. Мы стараемся отсеять ее в сроки. Особенностью селетней посевной кампании господарцы стала пошаренная площадь под кукурузу. Это стало махшимым, благодаря аренде на Раулянских земель. Сейчас под эту культуру отведена амаль 5 тысяч гектаров. Завершиться обо кукурузы в Саугазкомбинате Зара плануют до 8 мая. Виктория Синицкая, Святлана Грудьковича, слово приписано у телеканал Мазир специально для телерадио кампании Гомель. Даже, какие начались на этом тень, не посприялись снижению количества пожаров в экосистемах. Разом с тем, увага до этой темы с боку природооховных структур не становится меньше пильной. Тем более, что такие у сгорания не только наносят шкоду природе, но и приводят до гибели людей. А в этом ишла размова по час пресс-конференции, которая сегодня прошла в Гомеле. По официальных дадзинах, все лета в Беларуси на пожарах в экосистемах загинули 5 человек. Первый зарегистрованный в нашем регионе несчастный выпадок отбился 18-го соковика в Раджевском районе. Еще несколько человек отримали опеки подчас пальвания растительных отходов. 30 марта – это Калинковичский район. Также пенсионерка, 51-го года рождения, собирала прошлогоднюю сухую растительность у себя на привисательном участке. Однако из-за недосмотра огонь распространился по сухой растительности. Женщина пыталась ногами потушить возгорание сухой растительности с диагнозом термический ожог 2-3 степени. 25% тела пострадавшая госпитализирована в учреждении здравоохранения. Аналогичный пожар произошел 1 апреля на территории Гомельского района, агрогородок Прибытки. Переважная большинство надзвычайных ситуаций у экосистемах отбывается по вине человека. Бадай самозначный пожар в этом году зарегистрованный в Лельчицком районе, где сухая растительность сгорела на площу 60 гектаров. Хоть назвать некие особливые проблемные районы Нельга, у сгорания отбываются усюды. Иншая справа, что там, где до наведения парадку относятся больше отказно, ситуация меньше складанная. За один только месяц, который проводится месячный благоустройство, у нас уже выявлено более 3000 объектов, на которых те или иные нарушения санитарного законодательства установлены в части благоустройства и содержания территории. И не все адекватно реагируют на те рекомендации, которые выдаются. И в 72 случаях были составлены протоколы об административном правонарушении. Это в отношении тех, кто неоднократно уже был уличен в подобных нарушениях, либо не выполнил установленный срок нашей требования. Особливая увага – ситуация в зоне отселения. На территории Беларуси пожаров тут не зарегистровано. Что тычется приграничных районов, то одно сгорание на забруженных землях, отзначенное в Украине, але до изменения радиации на гафону и оно не привело. Змытый взмацнение контроля на проблемных территориях у Полесским заповеднику почлась реализация международного техничного проекта. Будет размещена вышка, которая позволяет в автоматическом режиме обнаружить возгорание в природных экосистемах, ландшафтные пожары и, соответственно, передать информацию как голорусской стороне, так и украинской. Также на этой вышке установлен датчик, который фиксирует превышение радиационного фона. Будет установлен. С початком дождя ситуация с пожарами в экосистемах начала нормализоваться, до того же опадки сприяют больше худкому росту новой травы. Олег Сентюров, Евгений Кухаронок, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель». Мы протягиваем цикл сюжетов, присвященных 100 годзю милиции Гомельской области. Легкая деятельность супрацовников органов внутренних справ не была николи. Но есть в составе некоторых райотделов подразделения, которые выполняют не совсем обычные функции. Наш корреспондент Олег Сентюров выехал в рейд с супрацовниками узвода оховой территории радиационного забручевания Ветковского районного отдела внутренних справ. С первого от кроссовика узвода оховой территории радиационного забручевания перешел на круглосуточное патрульевание. Это связано с необходимостью постоянного контроля за супрац пожарной ситуацией в зоне отселения. С надходом теплодиона, риск возгорания повышается шмот разово, причем не только по причинам природного характера. За последние годы, жидающих трапить сюда стало значительно меньше, но и безлюдные эту территорию назвать нельзя. Особливо это тетится период сбора грибов. Законом такое тихое поливание категорично заборонено, но это не все. Места богатые, грибов много. Ну вот и люди сюда и все идут. Тут в основном гомельские. Ветковские как бы еще боятся, а так гомельские добручские. Патрульевание зоны отселения Ветковского района едется по четырех маршрутах, а гульной протяглостью больше 500 километров. Йоскобартоломеевка при этом наведывается обовязково, правда населенным пунктом сегодня ее можно назвать только умовно. Да, Чарнобыльская катастрофа, в Йоскобартоломеевка была одним из самых великих населенных пунктов Ветковского района. Школа, косинца, столовая, пять крам и больше 600 подворков. Зараз тут осталось всего пять будинков, три за каких не жили. Это и есть заправдная зона отселения. Официально увезла Бартоломеевка за 2010 года никто не проживая. На справе зараз тут постоянно находятся три человека. Супросовники милиции доброведуют и у всех. 62-годовый Петр уроженец Ветки. Он приехал в Уйоску, где занял пустую хату. Сдается, что такое житье удалечене от людей. Ему просто сподобается. Пенсионер Николай Гордунов идёт на контакт больше легкой. И навык обмерковый с пенсионерами опошния новины. Кажет, что никаких конфликтов с законом немаем. Никуда в Шкоду не лазим, так что проблем нет никаких. Живём тихо, мирно. Непосредственно до самосёров у сопрацовников узвода по округе территории радиоцинного забродживания пытания нема. Але пустуючие дамы, яны всё-таки проверяют. У зоне отселения могут знайти притурок. И грамадяне, яке ведут асоциальный ряд життя, и особые, яке знаходятся у вышеку. А вось мародёру тут уже не сустреть. Ничего каштонного в зоне нема. У 90-х на ускрайку Бартоломеевке был створенный экспериментальный полигон института лесу. Але зараз и навыковцы тут бывают редко. На 71-м годе життя помёр олимпийский чемпион по Весловании, заслуженный майстер спорта СССР Миколай Горбачёв. У 1972-м годе на гульнях у Мюнхене уродженец Рогачёва разом с Виктором Кратасюком стал чемпионом у споборництвах байдарок двоек на дистанции 100 метров. Так само на рахунку спортсмена золота и две бронзы чемпионата у света. После завершения спортивной карьеры Миколай Горбачёв вернулся у родный Рогачёв. Почал тренировать. До 2060-го года узначальвался дюшар номер два по Весловании на байдарках и Каное. Развитание с Миколаем Горбачёвым отбудется завтра с 10 до 12 годин у Рогачёвским районным Доме культуры. Песня же у рука. Коллекцию работ, заслуженных одеющим мастатства у Республики Беларусь Гомельского мастака Роберта Ландарского представили на выставе у Палацы Румянцевых и Паскевича. На открытии экспозиции завитала Ганна Коральчук. Роберта Ландарского называют майстром пейзажу. На вернисаже представлено 80 картин, больше из яких автобиографичные и связанные с детинством. Батька мастака означал «Каугас». Летом, под час каникулы, хлопчик с захоплением працевал в поле. К тому многие работы мастака одлюстровывает сельское житё. Коли Роберту вспомнился пять годов, почалась война. Трагичные падеи того часу так само нашли одлюстрование на его полотнах. Еще один тематичный блок присвечен чернобыльской трагедии. На открытии персональной выставы Роберт Ландарский свернулся до гостей. Творчество художника – это философское пространство, в котором он поиск как своей индивидуальности. Чтобы создать что-то новое, никем еще не написанное, вот это перед ним стоит задача. Когда я работаю на примере, я пишу не столько то, что вижу, сколько чувствую и какие эмоции возникают во время этого. Имя Гомельского мастака широко вядомо в свете. Творы Роберта Ландарского находятся в Национальном мастацком музее Республики Беларусь, в фондах Беларусского союза мастаков, музей выявленшего мастацтва в Минску, в установах Германии и Чехии. На протягу многих годов он изначалил Гомельское отделение Беларусского союза мастаков. Повитать аутера в палац пришли десятки людей. В их лику были коллеги по цеху. Мастаки, для которых Ландарский стал наставником и проклав шляху житии. Усех, кто знаем из МСБ, отзначают, что теплые, наполненные светлом картины, целком отлюстровывают характер и особу Ландарского. Я был ведущим церемонии открытия выставки Гомельского отделения союза художников в Государственной Думе России. Каждый час подъезжали автобусы туристические с Малайзии, с Японии, с Южной Кореи. Выходили люди с видеокамерами и снимали эти прекрасные работы омельских художников Роберта Ефимовича. Так что в этих дальних странах находятся работы и память о этом прекрасном художнике. За плечом ауторитетного майстра творчий шлях доженеют десяти годы. Он протягивает творить и удельничать в пленерах. До того же Мастак поспел вырастить целую творчую династию. И сын, и внучка так само пошли по его следам. Он с детства таскал меня за собой, везде я с ним рядочком и этим, как говорится, жив. И только я, а также внучка моя. Ну и внучка сейчас тоже увлекается. Отец ваш, он до сих пор сейчас рисует, продолжает стараться? Ганна Коральчук, Валерий Гопанько, теле-радио компания Гомель. И опошнее поведомление. Десятого красавика с 9 до 15-ти годин у Гомеля не будут працовать радио и телебаченням. Это связано с проведением профилактических работ на областном радио и телевизийном передачах. Это иные новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. До встречи в эфир. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Три водителя в состоянии алкогольного опьянения, один из которых на служебном автомобиле и восемь бесправников. Таковы итоги вчерашнего рейда госавтоинспекции. Правонарушители задержаны, транспорт изъят и отправлен на штрафстоянку. Однако за одним из водителей сотрудникам ГАИ пришлось погоняться. Мужчина управлял мотоциклом. Увидев автомобиль автоинспекции, быстро высадил своего пассажира и попытался скрыться. В результате проведенных мероприятий данный мотоциклист был задержан. На него было ставлено восемь административных протоколов, в том числе такие, как за управление мотоциклом без прав и за невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке. Мотоцикл был изъят, поставлен на штрафстоянку, на него наложен арест. Водителю грозит, помимо внушительного штрафа, также и административный арест. Госавтоинспекция напоминает, бесправникам не место за рулем. Повторные задержания предусматривают не только штрафные санкции, но и административный арест. За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы три пожара, есть погибшие. В деревне Краснобережская Слободка Жлобинского района пожилые супруги сжигали мусор на придомовой территории. Огонь перекинулся на сухую траву. Подручными средствами пара пыталась потушить возгорание. Хозяйка дома 37-го года рождения получила термические ожоги рук, ног и лица. От госпитализации отказалась. На территории обгоревшего участка был обнаружен хозяин дома без признаков жизни. Причина смерти мужчины устанавливается, проводится экспертиза. Еще один пожар с трагическим исходом зарегистрирован на деревне Жмуровка Реческого района. Возгорание произошло в частном доме, где проживал 80-летний пенсионер. Тело хозяина без признаков жизни обнаружили на полу дома спасатели. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Передозировка наркотиками и почти 2 грамма героина в запасе. В одной из квартир микрорайона Первомайский и Светлогорский обнаружен мужчина с признаками принятия овердозы наркотиков. Сразу за медиками на место происшествия приехали сотрудники наркоконтроля. При обыске квартиры пострадавшего найдены использованный шприц и порошкообразное вещество. Экспертиза подтвердила, что это героин весом почти 2 грамма. Мужчина ранее судим за незаконный оборот наркотических средств. Учитывая это, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время оперативники наркоконтроля проверяют канал поступления наркотических средств на территорию Светлогорского района. Подделывал ресиверы и зарабатывал на продажах, обходя официальных представителей оператора цифрового спутникового телевидения. Гомельчанин вносил в оборудование программное обеспечение, которое позволяло осуществлять несанкционированный доступ к компьютерной информации и сети российской национальной спутниковой компании «Триколор». Объявление о продаже ТВ-тюнеров мужчина размещал на популярных торговых площадках интернета и легко попался в руки правоохранителей. Была проведена проверочная закупка, приобретено данное оборудование непосредственно у данного человека, проведены необходимые компьютерно-технические экспертизы по данному оборудованию с привлечением иностранных коллег. И достоверно установлено, что данное оборудование было перепрограммировано и позволяло обходить кодировки непосредственно национальной спутниковой компании для получения незаконного доступа к цифровым каналам «Триколора». Гомельчанину предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нестанкционированный доступ из корыстной заинтересованности и неправомерный доступ к компьютерной информации и сети, а также сбыт специальных программных и аппаратных средств. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В шаге от медалей гомельская команда «Энергия» двумя домашними победами начала серию за бронзу чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд. Виктории на домашнем паркете над Витебским «Маркой» энергетикам дались непросто. Обе игры проходили по схожему сценарию. Выигрывая первую партию, далее хозяева паркета неизменно оказывались в роли догоняющих. Витебская дружина оставляла за собой два сета. Гомельчане брали четвертую партию и на тайбреке оформляли победу. Третий матч серии за бронзу пройдет 13 апреля в Витебске. В финале столичные строители с Олигорским шахтер обменялись победами. Хоккейный клуб «Гомель» одержал очередную победу в играх развития. На этот раз рыси на домашнем льду были сильнее новополоцкого «Химика» 5-3. За гомельскую дружину забрасывали дважды хузеев, по разу Ревенко, Соломонов и Скоренов. Завтра гомельчане ждут в гости в Витебск. После шести проведенных игр с 15 очками «Гомель» возглавляет турнирную таблицу. Светлогорский ЦКК пропускает 25-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу, игры которого состоятся завтра. Гомельский «БЧ» играет дома соперника «Храна Динамо». Столичная команда замыкает восьмерку сильнейших железнодорожники на пятой позиции в чемпионате. Поединок состоится на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 18.00. Лидер таблицы ВРЗ сыграет на выезде соперник «Дорожник» неуступчивые минчане на шестом месте в чемпионате. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» завтра матчем против «Витебчанки» открывает второй круг второго этапа чемпионата страны. Поединок пройдет в областном центре на арене дворца игровых видов спорта. Начало в 18.30. В минувший уикенд гомельчанки сыграли на выезде в ничу со своим главным соперником за чемпионство БНТУ «БелАЗ» и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Команда из Рогачева выиграла общий зачет областных Олимпийских дней молодежи по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в возрасте до 17 лет. На втором месте расположилась команда «Гомеля». замкнули тройку сильнейших спортсменов из Лельчиц. Всего в «Гомеле» состязались около 250 человек из 18 спортивных школ региона. По результатам турнира будет сформирована сборная области для участия в Республиканских Олимпийских днях молодежи, которые пройдут в «Гомеле» в мае. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».